Всем привет! Сегодня наконец-то снимаю тег книжной истории, который мне передала миллион лет назад Маша с канала Nevermind the Books. И суть этого тега проста. Рассказывай какие-то свои книжные истории, связанные с той или иной книгой. Таких историй, как вы видите, у меня не было. Мне понадобилось года два или даже может быть три, чтобы эти истории накопить. А всё дело в том, что читаю я в основном дома, в общественных местах я очень редко книжки читаю, потому что я очень сильно отвлекаюсь. Это абсолютно бесполезное дело, я всё равно думаю о чём-то своём. Вот, поэтому, как вы понимаете, интересных историй у меня очень и очень мало. И вот даже те, которые я нашкребла, они не особо-то интересны, так что многого вы от этого видео не ожидайте. Первых две истории связаны с человеческим мозгом и с тем, как он играет с нашим телом. И первая ещё связана с таким вот возмездием. Это история о книге Роулинг «Случайная вакансия». Кстати говоря, такой вот офф-топ, отступление небольшое. Это моя любимая книга из творчества этой писательницы. Очень и очень мало людей разделяют мою точку зрения. Но вот такой вот не то чтобы интересный факт, но небольшое замечание. Эту книжку я читала в ванной. И в какой-то момент чтения мысли мои пошли не туда, как всегда. Я начала думать о чём-то своём, а именно о том, почему многие люди роняют книги в ванную. Наверное, большинство людей, которые периодически читают книжки в ванной, они роняют книги в воду. И я начала думать о том, каким надо быть бестолковым балбесом, чтобы уронить книжку в ванную. Ты же там не мебель строишь в ванной, что ты всё время двигаешься, там у тебя всё из рук валится. Ты просто сидишь и читаешь. И всё. Если тебе надо что-то сделать, ты закрываешь книгу, кладёшь её там на пол или ещё куда-нибудь, делаешь что-то, там пятку чешешь, берёшь книгу, открываешь и читаешь дальше. Ничего в этом сложного нет, и почему так много людей допускают заплыв своих книг в пенные глубины, я не понимаю. И вот я сидела, сидела и думала про этих бестолковых людей, и, вероятно, мой мозг дал сигнал телу, и я книгу уронила в ванную. Или это было такое возмездие, а-ля, не надо думать о людях плохо и считать их бестолковыми, ты сама точно такая же. Вот, книжку я эту уронила, как вы можете заметить, она такая вот волнистая, прекрасная, мочалочная. У меня ушло достаточно много времени, чтобы высушить её феном, прогладить утюгом, но, как вы видите, результат не особо удачный. Единственное, что меня радует, что это не какое-то классное подарочное издание в твёрдой обложке, а что это такая вот мягкая обложка, покетовская, не особо-то её и жалко. Но это издание, этот экземпляр я очень люблю как раз таки тем, что он у меня вот связан с этой неловкой историей, и из-за этого я отлично помню, наверное, как-то всю книгу, потому что вот она у меня отличилась, и менять я его не буду. Следующая история тоже связана с человеческим мозгом, это история о книге «Измеряем мир» Даниэля Кельмана. Действие этой книги происходит на рубеже 18-19 века, и дошла я до сцены, где наш главный герой идёт к, ну, не стоматологу, назовём его живодёром. Идёт к живодёру, потому что, как вы знаете, в те времена зубные врачи не существовали, и вообще медицины вот этой и зубов ещё тоже не было. Если у тебя что-то болит, какой-то зуб, единственный выход – его вырвать. То есть никаких ни пломб, ничего, надо драть. Боль не прошла, да? А, ну, значит, не тот зуб выдрал, буду драть следующий. И так, пока не найду, что у тебя болит. Вот и всё. То есть, когда ты идёшь к стоматологу, когда ты шёл к стоматологу в те времена, ты шёл как на казнь, на пытки, я не знаю. Короче, шёл, наверное, у смерти. Читала я эту книгу перед сном, дошла до этого момента, где главный герой идёт к этому живодёру лечить, лечить, избавляться от большинства своих зубов. И, конечно же, анестезии в то время тоже не было. То есть берут гигантские щипцы и вырывают тебе чуть ли не всю челюсть. Тянут, пока зубы не поддадутся какие-нибудь. Так что это было очень живописно. Описано, как нашему главному герою щипцами выдирают зубы весь этот хруст, всю эту боль, которую он почувствовал, все эти реки крови, которые потекли у него изо рта, это его беспомощность, его панику. Короче, у меня очень сильно заболели зубы. Я себе сказала, Алиса, не глупи, это самовнушение, потерпи, скоро пройдёт. Короче, закончилось тем, что я не могла уснуть до трёх часов ночи, настолько сильно у меня болели зубы. Я в конечном итоге плюнула, пошла, выпила обезболивающее и уже только потом заснула. Подобная история в более лёгкой форме у меня была с книгой, чёрная книга секретов. Я её начала читать в кафе, чтобы убить время. Нашла у себя в телефоне и решила, почему бы и нет. И там как раз книга начинается с того, что родители, по-моему, нашего главного героя, не помню уже точно, но что-то типа такого, родители нашего главного героя, какие-то пьянчуги-наркоманы, и они тащат его, действие тоже где-то около 19 века, и они тащат его к очередному живодёру в какой-то грязный вонючий подвал, чтобы он повырывал их ребёнку, их сыну зубы, они эти зубы продали здоровые и купили себе там алкоголь или наркотики, ещё что-нибудь. И там тоже очень живописно описывается, как какой-то мясник привязал бедного мальчишку к креслу, начал там драть ему зубы щипцами, какими-то ржавыми. И вот у меня тогда тоже очень сильно свело челюсть, заболели зубы, но это было не так сильно и достаточно недолго. Но всё равно вот эти сцены, именно когда вырывают зуб в книгах, я просто терпеть не могу, мне они очень тяжело даются. Следующая история тоже не очень интересная, связанная не с моими друзьями и с какими-то смешными книжными историями с ними связанными, а именно с двумя моими одногруппниками. В основном, когда меня кто-то спрашивает, что мне подарить на тот или иной праздник, я предоставляю человеку список из книг, он там что-то выбирает, что ему хочется, и что-то из этого списка мне дарит. И вот на мой день рождения эти два молодых человека попросили, у меня тоже такой список, точнее спросили, что я хочу в подарок, я им предоставила список, и вот, значит, они приходят в кафе ко мне с шариками, с коробкой, всё как полагается. Я очень довольная, счастливая. Открываю эту коробку и вижу, сверху лежит Пелом Гренвилл Вудхаус, этот неподражаемый джипс. Я очень счастливая, думаю, о, такая большая коробка, там, наверное, ещё пару книг, как классно, как интересно. Поднимаю, значит, я эту книжку, и под ней я вижу... Золотую белку для колки орехов. Почти книжка, да, только не совсем. Я, конечно, очень посмеялась. Сначала я эту белку возненавидела, конечно, потому что она лишила меня какой-то книжки, которую я желала. Но теперь мы даже с ней как-то сжились, подружились, и вот она до сих пор у меня живёт, хотя орехи я колю очень и очень редко. Я, наверное, за эти 4 или 3 года воспользовалась ей только один раз, но замечательное воспоминание. И вот один из этих двух одногруппников ещё подарил мне годом, наверное, ранее книжку Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор». Тоже спросил, что мне на какой-то из праздников подарить. Я ему предоставила тоже список из книг, он мне вот подарил эту. Честно говоря, она мне не очень понравилась. Я не особо, как оказалось, фанат антиутопий. Не получаю от них большого удовольствия. Вот прочла эту книжку, и как-то она сразу же забылась. Но мне эта книга дорога не сколько содержанием, сколько этим экземпляром. Потому что мой друг заморочился и нарисовал мне вот такую вот прелесть. Написано здесь «Big Brother is watching you» и портрет этого самого «Big Brother». Мне было очень приятно, что человек не только купил мне книжку, да и, в принципе, забыл об этом, как то, что вот он её купил, пришёл домой, сел и заморочился, что-то мне нарисовал, чтобы вот как-то этот подарок ещё украсить, чтобы он мне больше запомнился. И в конце, после «1984» он мне ещё тоже написал «2 плюс 2 равно знак вопроса». Такая отсылка книжная. В общем, очень я теперь люблю этот экземпляр. Никогда от него не избавлюсь, даже несмотря на то, что книжка мне эта не очень не понравилась. Вот такие вот у меня две замечательные истории, связанные с моими друзьями и с книгами. Если вы думали, что это самая скучная история на свете, то вы ошибаетесь. Дальше будет ещё скучнее, поэтому, в принципе, можете уже выключать видео. История связана с Аркадием и Борисом Стругацкими отелю погибшего альпиниста. В принципе, ничего там выдающегося нету, но как-то я упомянула, что хочу вам рассказать, почему именно я эту книгу сильно люблю. Рассказываю. Периодически у меня такая аллергическая реакция на глазах. И эти дни, вот 2-3 дня, пока она проходит, это наполнены просто невыносимым мучением. Я уже там пишу завещание, готовлюсь умирать, все дела, настолько мне плохо, тоскливо и больно. Вот. И в один из таких дней я просто лежала, я даже в потолок смотреть не могла, потому что проблемы были с глазами. Просто лежала и думала о чем-то своем. И поняла, что, чтобы скрасить скуку этих 3-х дней, пока я готовлюсь умирать, можно послушать аудиокниги. Почему бы и нет? До этого я очень не любила аудиокниги, потому что, да и сейчас, в принципе, не очень люблю, потому что я сразу же просто моментально отвлекаюсь, я слушаю 2 предложения, а потом начинаю думать о чем-то своем. И минут через 40 вспоминаю, что вообще-то я слушаю аудиокнигу, надо как-то вслушиваться. Перематываю, начинаю слушать уже серьезно, но все равно опять думаю о чем-то своем, так что это все для меня не работает. Но решила все-таки попробовать и поняла, что я не хочу портить себе впечатление от книг, которые я действительно сильно хочу прочитать, слушая их в аудиоформате, поэтому решила послушать книжку такую, которую я бы, в принципе, почитала, но неизвестно когда, и вообще дошла бы я когда-либо до этой книги. И мой взгляд сразу же упал вот на эту книгу, потому что я очень люблю герметичные детективы, когда персонажи заперты в каком-то пространстве, и там происходит убийство. И они вынуждены сами в этом всем разбираться. Вот это такой как раз детектив. Еще и в зимней атмосфере то, что я очень люблю. Я начала слушать, и я просто пропала. Я вообще забыла о том, что у меня там что-то болит, что мне там плохо и грустно. Я эту книжку прослушала, она короткая, поэтому там не особо, там часа 4, наверное, аудиозапись, или часов 6. Вот я ее прослушала, начала слушать днем, закончила вечером, включила заново, тоже слушала на протяжении всей ночи до 6 утра. Иногда возвращалась к каким-то главам, которые мне особо понравились, и их опять переслушивала. Потом, когда у меня уже все прошло, я ее опять включила, только уже скачала ее себе еще в электронном варианте, и следила глазами за чтецом по тексту. Настолько сильно мне понравилось. Мне кажется, все дело в том, все дело вот в этом замечательном, чарующем голосе Эммануила Виторгана. Рассказчик в этой книге, главный герой, это такой полицейский детектив, уже взрослый мужчина, такой от всего, который устал, ему все сочертело, он хочет на этот отдых, в горы отдохнуть, расслабиться, забыть о своей семье, о детях, о работе ужасной. И вот он просто вот хочет расслабиться, он во всем разочарован, ему все надоело. И вот этот вот легкий голос с хрипотцой Виторгана, он настолько соответствует образу главного героя, что из-за этого у меня картина как бы развернулась перед глазами, просто в 3D каком-то формате. Я мало того, что видела персонажей и видела все, что происходит, я их еще и слышала. Поэтому очень сильно мне эта книжка понравилась, она меня вылечила в прямом смысле этого слова, за что я ей очень благодарна, и поэтому она, конечно же, у меня в списке самых любимых. Следующая история связана с моей любимой цитатой. Я вообще небольшой фанат цитат, я их очень редко выписываю, очень редко пользуюсь ими в повседневной жизни, максимум, что я могу это налепить стикер на то место, где мне понравилось какое-то высказывание или какая-то мысль. Ну вот и все, на этом наши отношения, мои отношения с цитатами заканчиваются. Но лет 7 назад, я не помню где, увидела замечательную цитату, которая просто впечаталась мне в сердце, и вот уже до сих пор она моя самая любимая. Цитата примерно такая. «Почему ты не хочешь жениться? Я слишком сильно люблю ездить в поездах. Если я женюсь, я уже больше никогда не смогу сидеть у окошка». И мне настолько сильно она понравилась, как-то она вроде бы простая, описывает какую-то мелочь, но для меня эта цитата – сама суть отношений между мужчиной и женщиной. Когда кто любит сидеть в проходе? Все любят сидеть у окошка, понятное дело. Но когда мужчина влюбляется, он это почетное место отдает своей девушке, сам довольствуется местом у прохода. И вот в принципе под это все можно подставить любую ситуацию, когда мужчина уступает своей девушке все самое лучшее, а остается уже с тем, что осталось. Но вот эта поэтичность вот этого места у окошка, она меня настолько тоже поразила, настолько какая-то красивая, при этом простая цитата. В общем, очень сильно я ее люблю. Но тогда я не особо там влазила по интернету, могла ее быстренько отыскать. Через года два я наконец-то узнала, что это цитата из книги Селлинджера Фрэнни и Зуи. И, конечно же, сразу же понеслась в магазин, купила эту книжку и села ее читать. Я была уверена, что эта книга станет моей самой любимой, потому что, ну, если в книге такая прекрасная цитата, то и вся книга должна быть настолько же прекрасна. Но к моему большому разочарованию я вообще ничего в книге не поняла. Сейчас-то я уже понимаю, что, скорее всего, это связано с тем, что Фрэнни и Зуи — это третья часть такой своеобразной трилогии о глазах. И как бы начинать знакомство с трилогией с третьей части не самый лучший вариант Алиса, но я тогда этого не знала. И у меня появилась сразу такая маленькая цель, маленькая мечта, что когда я вырасту и, возможно, поумнею, я очень надеялась на это, что я поумнею с возрастом, еще раз перечитать эту книгу и уже смочь ее понять. И я просто представляла это великолепное мгновение, когда книжка как цветок распускается для меня, я начинаю понимать все ее детали, всю ее суть, и какое будет тогда удовлетворение у меня в душе, что я эту книжку поняла. И вот поэтому теперь в этом году я собираюсь начать читать первую часть, вторую и вот третью. И надеюсь, что я ее пойму хотя бы спустя 7 лет. Следующая история примерно с тем же связана. Я в классе, наверное, в 7-м, 8-м, 9-м была большим фанатом Эдгара Лана По. У меня толстенная книжка до сих пор есть с его рассказами. Я их читала, читала, перечитывала, получала от них огромное удовольствие. Но бывают времена, когда даже самый большой фанат устает от творчества своего любимого писателя и хочет перейти на что-нибудь другое. И тогда я пошла в книжный магазин и спросила у продавца-консультанта что-нибудь похожее на Эдгара Алана По, после чего этот мужчина ретиво просто метнулся в подсобку. Вышел оттуда просто спустя 20 минут с горой книг под потолок, выгрузил это все у меня перед лицом и начал очень терпеливо, методично рассказывать мне о каждой книжке и почему она похожа на Эдгара Алана По и почему он советует мне ее почитать. Из всего предложенного меня больше всего привлек его рассказ о книге Густава Майренко «Голем». И я взяла ее. И произошло абсолютно то же самое, что и с Фрэндией Зуи. Я ее начала читать, открыла на первой странице. Спустя несколько часов я словила себя на мысли, что я уже на 150-й странице, и из книги я поняла ничего. Что я просто механически считывала текст, а в голове у меня абсолютно ничего не отображалось. Я открыла еще раз на первой странице. Я всегда очень упорный человек и бьюсь головой об стену очень-очень долго. Так что начала я читать опять. И с тем же результатом очнулась я страница на сотой и поняла, что я вообще ничего не поняла. И вот с тех пор у меня тоже маленькая детская мечта вырасти и осознать, смочь опять-таки понять Голема. И вот в этом году я решила ее тоже взять, почитать. Прага, Мистика, все, что я сейчас уже люблю. И надеюсь, что я ее полюблю. Конечно, странный очень продавец-консультант. Советовать, ну видно было, что я была еще ребенком таким, советовать ребенку Голема. Сейчас, мне кажется, это очень странный выбор. И последняя история, самая неинтересная, связана она с моей поездкой в Швецию. Когда я там ходила по книжным магазинам, я наткнулась на вот такую вот замечательную книгу. Это биография Астрид Линдгрен для таких вот детей, мне кажется, с замечательнейшими просто акварельными иллюстрациями. Я когда ее полистала, я поняла, что я эту книжку из рук не выпущу. Вот такая вот замечательная иллюстрация, где Эмиль сидит на плече у Астрид Линдгрен, у своей создательницы. Вот нарисована знаменитая фотография, где Астрид Линдгрен на дереве, уже в таком пожилом возрасте. Вот она со своим ребенком. Я поняла, что я ее мечтаю заполучить, но она была достаточно дорога, здесь вот ценник 229 крон, и она на шведском. Я шведский язык не знала. Так что я поняла, что, наверное, не буду тратить столько денег на книжку, которую я смогу только рассматривать, а прочитать это, в принципе, и не смогу. Но я после этого жила мыслью об этой книге, она мне даже снилась в какой-то промежуток времени, и потом я поняла, что нет, все-таки я ее хочу, все-таки я ее куплю. И, по-моему, даже в самый последний день нашего пребывания в Швеции я отправилась за этой книгой. Пошел жучайший снег, просто сильнейший, там насыпало столько снега где-то по колено. А в Умео, в городке, где мы жили, все передвигались либо пешком, либо на велосипедах. Поэтому в такой снег, понятное дело, на летней резине ты на велосипеде никуда не поедешь, и я отправилась пешком. Натянула на себя обмундирование, 10 пар носков, 20 кофт, 17 штанов, и отправилась туда, в магазин за этой книгой. У меня даже эти ресницы побелели от холода, но я упорно и долго шла. Купила я все-таки эту книжку, пришла домой, утешила себя мыслью, что переводчик мне в помощь, что хотя бы он позволит мне немножко понять содержание. И вот спустя некоторое время я пошла на курсы шведского языка, выучила его в достаточной мере, чтобы прочитать и понять эту книгу, и теперь вот я жалею, что купила всего лишь одну, а не больше книг на шведском языке. Мораль сей басни такова, что нельзя жалеть деньги на вот такие вот вещи. Я бы все равно эти 229 крон проела, потратила на сладости, вкусности, не знаю, на что-нибудь. Но у меня бы не было вот такого замечательного подарка, вот такой вот памятной вещи со всей моей поездки в Швецию, трехмесячной. Никакие магнитики, открыточки, закладочки, все, что я оттуда привезла, не заменят вот по нахлынувающим на меня воспоминаниям от одного взгляда на эту вещь, вот эту книгу. Я когда на нее смотрю, сразу же моментально переношусь обратно в Швецию, и очень счастлива, что я не пожалела на нее денег, думаю, сейчас бы я очень себя за это корила. Вот, так что теперь я поняла, что если в каких-то поездках мне захочется совершить какой-то безбашенный поступок, потратить много денег на какой-то сувенир, нельзя жалеть денег, нельзя себе в этом отказывать. И я теперь очень счастлива, что эта книжка у меня есть, я ее могу читать, рассматривать. Книга о моей самой любимой писательнице. Все, просыпайтесь. Все, кто уснул, видео заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Рассказывайте какие-то свои веселые истории о книгах. Спасибо большое за просмотр. Пока.